Я считаю, что в современной Москве, в несовременной, в любом городе библиотека это очень статусное учреждение. Если в городе есть библиотека, значит в городе все нормально, значит все нормально у власти, значит в городе есть перспективы, есть большой потенциал, и это очень престижно иметь библиотеку. А поскольку есть такие пространства, библиотечный такой огромный потенциал есть в них, то конечно город это использует во всех своих гуманитарных, социальных проектах. Я считаю, что библиотеки должны на это прям открываться и в рамках своей компетенции вот использовать все, чтобы быть полезным городом. Все как бы на поверхности комплектоваться, новое оборудование, это все совершенно понятно, но мы бы, видимо, нет, мы точно бы совершенно стали оплачивать учебу, ну, например, двум-трем самым лучшим нашим читателям в Институте культуры. И они бы пришли нам на смену. Принято говорить, что это 18.30, но мы работали над этим несколько лет, очень хотели, и они к нам пришли. И вот когда мы перестали гордиться и удивляться, что они у нас, мы поняли, что есть еще более недоступная для массовой библиотеки категория, это 30-45. То есть люди состоявшиеся, люди электронных библиотек, люди, у которых дети, подростки. И вот что им нужно, ну, мы нащупываем, идем на ощупь, потому что мы понимаем, им нужно комфортное рабочее пространство, если дома шумно или нервно, значит, это должно быть оборудование, отлаженное и безупречное работой. И какой-то, это еще возраст такой первой усталости, значит, какая-то, ну, такая обстановка отдыха умного. И вот кино, вот тут как раз очень в строку. Потому что то, что мы уже увидели, показывая фильмы в нашем таком маленьком кинозале, это как раз то, что нужно. Пришла эта категория, парни, они сидели на наших грушах, они смотрели эти фильмы. Похоже, мы идем правильным путем.